Это OnePlus 7 Pro. И в этом обзоре мы подробно расскажем про этот смартфон и ответим на вопрос, стоит ли его покупать. Но для начала давайте разберемся с одной простой штукой. OnePlus, добавив приставку Pro к своему новому смартфону, нашли себе отличное оправдание в очередной раз немного поднять стоимость. Действительно ли OnePlus 7 Pro можно поставить в один ряд с Galaxy S10, Huawei P30 Pro или iPhone XS Max? Вы знаете, да, можно, но с небольшими оговорками. Например, тут нет беспроводной и реверсивной зарядки, хотя это минус, с которым можно жить. Тут нет официальной поддержки с защитой от воды по стандарту IP, но опять же, OnePlus просто не стали платить за сертификацию, а защита по факту тут имеется. И самое главное, эти смартфоны продаются у нас с большой наценкой. Можно, конечно, найти их у серых продавцов, а можно купить самостоятельно, и ближе к концу видео мы расскажем, как и где мы покупаем OnePlus. Пожалуй, это и есть главное отличие от более дорогих смартфонов, кроме общего восприятия. С другой стороны, тут есть почти безрамочный дисплей, очень быстрая зарядка Warp Charge, сразу три камеры, очень мощное железо и отличная оболочка. Получается почти идеальный смартфон. Увы, идеальных вещей не бывает. Давайте разбираться, что тут не так. Как ни странно, этот огромный по всем параметрам смартфон очень неплохо сидит в руке, его можно вполне назвать удобным, насколько это в принципе возможно, учитывая большой, почти 6,7-дюймовый экран. Дисплей это вообще одна из главных фишек смартфона. Частота обновления 90 Гц, огромная площадь и отсутствие каких бы то ни было вырезов и челок, создается ощущение почти полной безрамочности. На это работают и изогнутые торцы в духе смартфонов Samsung. Надо отметить, что тут гораздо меньше фантомных нажатий в этой области, правда непонятна причина в продуманном софте или в меньшем радиусе сгиба. Экран OnePlus 7 Pro очень яркий, сочный, с максимальными углами обзора и каких-то паразитных засветов. И разрешение у него выше, чем Full HD, это 3120 на 1440 точек. Однако по умолчанию стоит умное разрешение, то есть система сама знает, какое количество точек нужно включить, чтобы батарейка меньше садилась. Это очень хороший, наверное, один из лучших дисплеев. На это работает куча фишек и частота обновления в 90 Гц. Да, это не 120, но смартфон все равно окажется каким-то очень быстрым. Плавность анимации вызывает ощущение именно скорости, а не большого количества кадров. К слову, 90 Гц работает далеко не везде и не всегда. Например, в играх или при просмотре видео экран возвращается к частоте 60 Гц, а в браузере или социальных сетях частота вновь становится выше. В настройках, кроме стандартных вещей, можно найти экспериментальную технологию DC Dimming, которая позволяет частично избавиться от мерцания или ШИМ. Технология действительно уменьшает пульсацию, но она может искажать цвета, особенно это заметно при слабой подсветке. В сумме же OnePlus могли отлично настроить и откалибровать экран, который, кстати, производит та же Samsung. Неплохие достаточно точные цвета, высокая частота обновления и огромные размеры. Это превосходный OLED-экран. Единственное, в чем он может уступать смартфонам Samsung или iPhone, это максимальная яркость. Хотя в солнечный день экран прекрасно различим, но при условии, что автоматика все правильно поняла и увеличила яркость до максимального уровня, потому что в ручном режиме яркость тут чуть ниже, и это заметно. Интересно, что в тестах батареи смартфон показывал практически одинаковые результаты при 60 и при 90 Гц. Можно смело активировать высокую частоту обновлений и наслаждаться смартфоном так, как его задумал производитель. Но общая автономность тут не поражает воображение, даже несмотря на батарею объемом 4000 мА. В среднем смартфон выдают примерно 6 часов работы экрана при смешанном использовании. В нашем тесте за час игры в PUBG на половине яркости экрана смартфон тратит 16% заряда. Еще один час видео на YouTube при максимальной яркости съедает примерно 5%. Но вот прослушивание потоковой музыки за час съело 7%, что очень много, а значит смартфон расходует много энергии в фоне. Вероятно, с обновлениями показатель улучшат, но это не точно. Компенсирует среднюю автономность очень быстрая зарядка Warp Charge. За 30 минут смартфон заряжается до 61%, а полная зарядка занимает примерно 70 минут. То есть, собираясь утром на работу или учебу, можно поставить смартфон на зарядку, и он успеет набрать 100%, пока вы умываетесь или завтракаете. Быстрая зарядка по-прежнему очень сильная сторона OnePlus. Но давайте вернемся к внешнему виду, потому что смартфон получился, может, и не верхом эстетики и дизайна, ужасно. Ничего сверхъестественного или экстраординарного, но, например, матовое заднее стекло с синим градиентом смотрится очень эффектно. Оно меньше собирает отпечатки, хотя и собирает, и играет цветом в зависимости от освещения. Вживу этот цвет смотрится намного лучше, чем на фото. Элементы управления у OnePlus раскиданы по-своему. Качелька громкости на левом торце, кнопка питания и переключатель режимов на правом. Кстати, переключатель режимов звука – это вообще отдельная история. Вещь удобная, и кроме Apple, OnePlus, пожалуй, единственная, кто реализовал это так удобно. На нижнем торце динамик, разъем Type-C и лоток на две сим-карты. Поддержки карточек памяти в этом смартфоне нет, что, впрочем, не новость. На верхней грани микрофон и вырез под выезжающую фронталку. Задняя сторона тоже без каких-то изысков, однако все подобрано и сделано со вкусом. Общее ощущение от смартфона такое, что он вполне соответствует своим более дорогим конкурентам. Кстати, о цене. Вот такой синий смартфон с накопителем на 256 гигабайт и 8 гигабайт оперативки стоит 670 долларов. Китайскую версию, которая без проблем прошивается на нормальный Android, можно купить немного дешевле, но все это из Китая или США. Например, в России такой смартфон, как у нас, продают минимум за 52 тысячи рублей. В Казахстане он обойдется в 298 тысяч тенге. И это уже совсем другая цена, за которую можно купить и Galaxy S10+, и другие устройства в вашем городе с гарантией. Можно, конечно, купить китайскую версию на Алиэкспресс или JD, а можно, как мы, купить в США. Мы пользуемся официальным сайтом OnePlus.com и посредником, который доставляет посылки из Америки. В нашем случае это Shipper.kz, быстрый, удобный и современный сервис. Если вы из Казахстана, то вы можете воспользоваться этим сервисом по ссылке в описании. Ну а если вы из другой страны, то вы можете найти посредника в своем городе, ведь таких великое множество. И если решитесь купить смартфон именно в США, то в описании есть ссылка, которая даст вам маленькую, но приятную скидку в 10 долларов на аксессуары. Вернемся к обзору и давайте поговорим про производительность. Хотя говорить о ней что-то бесполезно, это один из самых мощных и быстрых смартфонов на планете Земля. Это доказывают и синтетические тесты, и реальный опыт использования. В некоторых тяжелых играх можно даже добиться частоты кадров больше, чем 60 фпс. Его можно даже назвать игровым в каком-то смысле. По заявлению OnePlus в смартфоне установлена жидкостная система охлаждения, но в данном случае имеется в виду тепловая трубка, которая отводит тепло от материнской платы. Телефон неплохо нагревается при длительных игровых сессиях, но не настолько, чтобы держать смартфон было дискомфортно. При этом нет какого-то ощутимого и резкого троттлинга, OnePlus 7 Pro держит производительность, что очень хорошо. Это, разумеется, при учете игр в Full HD разрешении. Правда, найти игрушки с более высоким разрешением очень сложно. Тем не менее, если вы хотите попробовать игры, которые идут в 90 фпс, то OnePlus 7 Pro – идеальный вариант. Правда, придется немного заморочиться с установкой команд через ADB, это несложно, но чревато повышенным энергосбережением. OnePlus 7 Pro имеет очень высокий рейтинг в DxOMark – 111 баллов, что ставит этот смартфон почти в один ряд с Huawei P30 Pro и выше, чем Samsung Galaxy S10+. Однако, на наш взгляд, эти данные сильно преувеличены. OnePlus пошли путем самой модной связки этого года, то есть использовали три камеры с разным фокусным расстоянием. Это очень правильный шаг, к тому же тут 48-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f1.6. У камеры есть оптическая стабилизация, она же есть и у 8-мегапиксельного телевика, его светосила f2.4, фокусное расстояние 78 мм. И, наконец, третья камера – это 16-мегапиксельный широкоугольный модуль со светосилой f2.2. Есть и еще одна камера – гордость этого смартфона, выезжающая фронталка на 16 мегапикселей со светосилой f2.0. На бумаге все выглядит очень солидно, но в реальной жизни OnePlus 7 Pro далеко не самый лучший камерафон. Качество снимков с основной камеры достаточно среднее, особенно это заметно в сравнении с другими смартфонами. Например, если сравнить его с гораздо более дешевым Pixel 3a, то у OnePlus заметно хуже детализация по краям кадра. Простой пример со съемкой текста ярко это демонстрирует, резкость только по центру. Для сравнения, вот вам точно такой же кадр, снятый на Pixel 3a, iPhone XS и Huawei P30 Pro. Они справились заметно лучше. Сопоставимый результат был только у Xiaomi Mi 9, который тоже начинает мылить по краям. Да и общая детализация у OnePlus 7 Pro очень средняя, виден перешарп, то есть система пытается сохранить детали и активно гасить шумы. Также OnePlus очень странно работает с цветами и балансом белого. Картинка на OnePlus получается контрастнее, при этом теряется больше информации в тенях. Одним словом, в OnePlus еще долго и упорно придется дорабатывать софт своей камеры. Конечно, всегда есть вариант установки Google камеры, но это требует от вас определенных танцев с бубном, хотя и результат заметно улучшается. С телевиком, то есть зум-объективом, тоже не все так просто. OnePlus говорит, что этот объектив имеет трехкратный оптический зум, однако приближение по факту всего 2,2, а остальное это просто кроп-картинки. Разумеется, это сказывается на итоговом размере файла и немного на качестве. Но в целом, при хорошем освещении, качество снимков зум-объектива вполне приятное. А вот широкоугольная камера, несмотря на те же беды, очень интересная. Во-первых, тут есть автофокус. Во-вторых, вкупе с HDR получаются очень классные фотографии. Все-таки хороший шире гораздо лучше посредственного зума. Но широкоугольный модуль нельзя использовать для съемки видео, и это очень зря. Впрочем, трехкратное приближение при съемке видео тут тоже имитируется за счет основной камеры. Картинка просто кропается, что ужасно влияет на качество. Почему OnePlus решили сделать именно так, немного непонятно. Основной же модуль камеры снимает неплохо, местами даже хорошо, есть стабилизация, но картинка получается чрезмерно контрастной, а деталей не так много, как хотелось бы. В общем, камера в OnePlus 7 Pro, которая в рейтинге Dixo Mark стоит гораздо выше того же Pixel 3, на самом деле достаточно средняя. Разумеется, ее будут дорабатывать обновлениями, а умельцы всегда могут воспользоваться портом Google камеры. Но в данный момент камера очень сильно далека от идеала. Не вызывает каких-то потрясающих ощущений работа фронталки. Забавно, что установленный порт камеры Google позволяет добиться значительно большей детализации, даже чрезмерной. То есть проблема все же в софте, который в OnePlus надо править и довольно сильно. Что еще нас неприятно удивило. В комплекте нет переходника с USB-C на 3,5 мм. Можно, конечно, долго подражать Apple, но положить копеечный переходник, который может иногда пригодиться, это намного важнее дешевого некрасивого чехла. И Huawei, и OnePlus, да и многие другие компании кладут в комплект своим смартфоном прозрачные силиконовые чехлы, которые через минуту становятся заляпанными и выглядят очень неприятно. Ровно так же ощущается в руках. А ведь можно посмотреть на опыт Xiaomi, который в комплект к дорогому Mi Mix 3 кладет прекрасный пластиковый чехол. Однако в остальном и упаковка, и внимание к деталям у OnePlus как всегда на высоте. Все очень красиво, и от такой коробки и ее содержимого, а тут даже наклейки заботливо положили. Впечатление сравнимое с подходом Apple к упаковке своих товаров. Тут OnePlus молодцы, и за упаковкой можно поставить 5 с плюсом. Похвалить надо и за стереодинамики. Впервые OnePlus использует сразу два динамика в своем смартфоне, и звучит OnePlus 7 Pro громко, приятно и не хуже более дорогих смартфонов. Привычный свайп от центра возвращает на рабочий стол, такой же свайп с задержкой пальца на экране вызывает диспетчер приложений, а для выхода назад нужно свайпнуть также от нижней части экрана, но с его левой или правой стороны. В качестве второго динамика тут используется разговорный, он конечно немного тише основного, но в сумме создается приятный стереоэффект. А еще тут очень быстрый сканер отпечатков под экраном. По скорости работы он сопоставим с привычными ультразвуковыми сенсорами. Невероятно быстро и, честно говоря, мы даже не ожидали такого шустрого прогресса в дактилоскопических сенсорах, встроенных в экран. Тут смело можно поставить еще одну пятерку и даже с плюсом. Разблокировать смартфон можно и по лицу, OnePlus 7 Pro, как и другие смартфоны компании делают это быстро. Но учитывая, что фронтальная камера тут спрятана в корпусе, для разблокировки надо включить экран и свайпнуть вверх. Кстати, с разблокировкой по лицу тут есть забавный глюк. Если вы скажете «Окей, поисковик» при заблокированном смартфоне, то он почему-то тут же открывает распознавание лица, а как следствие – фронтальную камеру. Иногда это по ошибке происходит даже в кармане, что не очень-то приятно. Вероятно, это конфликт двух систем – Face Unlock и Voice Match. Еще одна вещь, за которую можно поставить смартфону жирный плюс – быстрая память UFS 3.0. И установка приложений и заливка файлов даже больших и тяжелых происходит очень быстро. Как всегда, в случае OnePlus нельзя не упомянуть и его оболочку. Это чисто Android с дополнительными фишками, при этом тут нет каких-то пошлых и ненужных приложений, которые портят общее впечатление, но есть уникальные фишки, вроде перехода в черно-белый режим в выбранных приложениях, что, например, очень круто при чтении книг. Есть возможность выбрать один из трех способов управления – кнопки, жесты и фирменные не до кнопки, не до жеста от Google. И таких приятных мелочей тут довольно много. Этим система и хороша. Итак, что мы имеем в итоге? Прекрасный экран, наверное, один из лучших, а частота обновления 90 Гц создает ощущение, что смартфон сверхбыстрый. Приятный безрамочный дизайн с уникальными цветами, вот такой матовый синий, есть еще бежевый и темно-серый. Быстрая зарядка, быстрая память, мощное железо, позволяющий играть в игры с частотой 90 кадров в секунду, классные стереодинамики и очень быстрый сканер отпечатков пальцев в экране. Но на другой чаше весов средняя для флагманов камера, ее, конечно, можно улучшить, но придется немного потанцевать с бубном. Средняя автономность, тут всему виной огромный экран и частота обновления, нет разъема для наушников и нет переходника на 3,5 мм в комплекте. Можно ли считать OnePlus 7 Pro с балансированным аппаратом? С большой натяжкой. Да, он стоит дешевле своих более именитых конкурентов, но только в Китае или США. В вашем городе он может стоить сопоставимых денег или даже дороже, но если вы фанат марки, готовы дорабатывать камеру и очень любите чистый Android, то во всем остальном это отличный смартфон с прекрасным экраном. Это Зорока, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!